Теперь все хорошо. Так, ну что, давайте я попробую еще разочек рассказать про то, как решается Final. Так, сейчас мне нужен какой-нибудь вариант этого самого Final. Сейчас я его найду. Так, ну вот я кинул в чатик ссылку на вариант, который мы сейчас будем смотреть. Так, ну поехали. Первая задачка про ряды. Значит, сходится ли ряд? И если да, то найти его сумму. Значит, первая, номер 1а. Тут была какая-то такая штука. Вот такая сумма. Point от единицы до бесконечности. Единицы разделить на n квадрат плюс 9n плюс 18. И, значит, спрашивалось, сходится он или нет. И если сходится, то нужно было найти его сумму. Значит, ну, во-первых, легко ответить на вопрос, сходится или нет. Это можно сделать просто с помощью какого-нибудь признака сравнения. Мы видим, что знаменатель больше, чем n квадрат. Поэтому все члены ряда оцениваются единицы делить на n квадрат. А единицы делить на n квадрат сходятся по интегральному признаку. Ну, в принципе, можно было это рассуждение не приводить. Но заодно это рассуждение можно было получить сколько-то баллов. Я не помню, сколько это здесь стоило. По-моему, баллов 3, что ли. Ну, это рассуждение никак не помогает найти сумму ряда, потому что это просто оценка сверху. Но доказать сходимость помогает. Но, в принципе, если мы найдем, то мы докажем сходимость. Если мы найдем сумму, то мы докажем сходимость автоматически. И мы ее таки найдем. Значит, чтобы найти сумму этого ряда, нужно заметить вот что. Нужно разложить знаменательное на множители. Значит, что для этого нужно сделать. n квадрат плюс 9n плюс 18. О, господи, боже мой. Это что такое? n плюс 3н плюс 6. 6 и 3, 18. Похоже на правду? Ну, вроде похоже. И даже заметить, что эта штука на самом деле очень похожа на то, что мы обсуждали на семинарах. На семинарах была какая-то задачка, где было что-нибудь вроде n квадрат плюс n, что-нибудь в таком стиле. Не помню точно. Но суть в том, что если я теперь разложу эту дробь в разность двух дробей, то я получу какую-то такую штуку, что это есть сумма π от 1 до бесконечности. Значит, у чего у нас здесь есть? Единица на n плюс 6. Ну, окей. У нас есть какие-то константы разделить на n плюс 6 плюс какая-то другая константа разделить на n плюс 3. Я хочу, чтобы это равнялось бы единице разделить на n плюс 3, n плюс 6. Ну, в общем, дальше нехитрыми алгебраическими преобразованиями мы видим, что a на n плюс 3 плюс b на n плюс 6 должно тождественно равняться единице, то есть как бы равняться единице для всех n. Но это означает, что, во-первых, что a плюс b, который умножается на n, должно равняться нулю. Во-вторых, что 3a плюс 6b должна равняться единице. Значит, вот эта штука должна равняться нулю. Эта штука должна равняться единице. Ну, стало быть, a равняется минус b. С другой стороны, здесь тогда написано 3. Сейчас. a равняется минус b. Значит, здесь написано 3b. 3b равняется единице. Значит, b равняется 1 треть. a равняется минус 1 треть. И получается, что вся эта штука равна единице разделить на n плюс 3 минус единица разделить на n плюс 6. И нужно еще вынести 1 треть. Так, правильно я написал? Ну да, вроде правильно. b положительная. Значит, сама контроль, что мы не ошиблись со знаками. Эта штука, каждая слагаемая здесь явно положительна. Но, значит, вот здесь тоже должна быть положительная штука. а единица делить на n плюс 6 явно меньше, чем единица разделить на n плюс 3. Поэтому знаки расставлены правильно. Ну, а теперь видно, что это такая телескопическая сумма, что у нас здесь, если мы проскрываем скобки, то у нас что-то с чем-то обязательно будет сокращаться, потому что здесь идут последовательные числа. И начиная с какого-то момента вот такие штуки будут сокращаться такими штуками. Ну, вот дальше нужно просто аккуратно посмотреть, как это происходит. Значит, для этого нужно рассмотреть частичную сумму s n t. Давайте я назову его s n большое. И это будет сумма... Хорошо, 1 третья буду таскать с собой. От n маленького равна единице до n большое. Единица разделить на n плюс 3 минус единица разделить на n. 1 плюс 6. Ну, и дальше можно посмотреть, как это все выглядит. Значит, 1 четвертая минус 1 седьмая плюс 1 пятая минус 1 восьмая. Ну, и дальше понятно, что она будет по единичке прибавляться. 1 шестая минус 1 девятая. Давайте я сколько-то первых членов выпишу, чтобы было понятно. Плюс и так далее. И там где-то в конце будет... Значит, у меня последняя слагаемая. Это n маленькая равняется n большому. Давайте я предпоследнюю напишу. n маленькая равняется n большой минус единица. Значит, это будет n большого плюс 2 минус единица разделить на n большого плюс... Сколько там? Плюс 6. Значит, плюс 5 здесь будет. И плюс единица разделить на n большого плюс 3 минус единица разделить на n большого плюс 6. Значит, вот такая частичная сумма. Ну, и тут дальше видно, что нужно посокращать чего и с чем. Значит, вот, например, вот это вот минус 1 седьмая будет сокращаться с вот этой до плюс 1 седьмой. Ну, и так далее. Значит, что у нас останется несокращенным? Значит, здесь видно, что сокращение происходит через 3 слагаемых. Значит, вот эта штука сократится с чем-то вот здесь, со следующим. Вот эта штука сократится с чем-то здесь и так далее. Значит, вот эти вот первые 3 положительных слагаемых останутся ни с чем не сокращенными. Вот, а все остальные будут сокращены. Ну, давайте условно напишем, что вот эта 1 десятая сократится с вот этой штукой. И вот здесь вот будут 3 слагаемых отрицательных, которые тоже ни с чем не сокращаются, потому что ни с чем. Значит, все положительные сократятся с чем-то там сверху. Вот, а вот здесь вот будут 3, значит, здесь будет еще одно слагаемое, которые ни с чем не сокращаются. Но дальше, если мы устремляем n большой к бесконечности, то понятно, что все это дело должно стремиться при n большом, стремящемся к бесконечности. Значит, понятно, что вот эти вот 3 хвостовые слагаемые, но давайте все-таки напишу здесь про единицу разделить на n большой плюс 4. Значит, вот эти вот 3 хвостовых слагаемых, они стремятся к нулю, и у нас остаются просто вот эти вот первые 3 слагаемых. Значит, получается 1 треть умножить на 1 четвертая плюс 1 пятая плюс 1 шестая. Это ответ. Вот. Есть ли вопросы по этому номеру? Едем дальше. Номер 1b. Значит, тут такая история. Вопрос такой же, происходимость ряда, и ряд устроен вот так. n в степени 1 вторая на логарифм 7n. Значит, что здесь нужно заметить? Опять же, первое, на что нужно обратить внимание, это сходится этот ряд или не сходится. Но здесь нужно обратить внимание вот на что. Ряд вида единицы разделить на n в степени 1 вторая расходится. Мы это знаем, потому что мы знаем, как устроены все ряды, где это единица делить на n в какой-то степени. С помощью интегрального признака сходимости мы знаем, что если степень больше единицы, то такой ряд сходится, а если меньше либо равна единицы, то расходится. Значит, если бы не было вот этого логарифма, то ряд бы абсолютно точно бы расходился. Но логарифм вроде как тоже растет и вроде как уменьшает знаменатель. Поэтому теоретически могло бы так оказаться, если бы логарифм рос бы достаточно быстро, что в результате домножения на этот логарифм теоретически надо проверить, вдруг так оказалось, что знаменатель начинает расти достаточно быстро, чтобы ряд все-таки сходился. Но на самом деле этого не происходит. Мы знаем, что логарифм растет медленнее, чем любая степень. В частности, это означает, например, что логарифм 7n, по крайней мере, начиная с какого-то момента, меньше, чем n в степени, скажем, 1 треть. Ну, окей, можно сюда еще какую-нибудь константу, можно не писать никакой константу, для достаточно больших n. Значит, на сходимость всегда влияет только хвост последовательности. В данном случае никакое конечное количество начальных членов ряда, например, никак не повлияет на сходимость. Поэтому вот этого условия нам достаточно, чтобы сказать, что начиная с какого-то значения n, будет верно следующее. 1 разделить на n в степени 1 вторая в логарифм 7n будет больше, чем 1 разделить на n в степени 1 вторая умножить на n в степени 1 треть. То есть это будет 1 разделить на n в степени 5 шестых. Так, и поскольку 5 шестых меньше единицы, то соответствующий ряд расходится. И следовательно, исходный ряд тоже расходится. Можете повторить, откуда мы взяли, что для достаточно больших n логарифм меньше n одно третье? Ну, потому что предел при n, стремящемся к бесконечности, логарифм 7n разделить на n в степени 1 третье равняется нулю. Значит, мы знаем, что логарифм стремится к бесконечности медленнее, чем любая степенная функция. Значит, если вы вдруг в это не верите, то на текущем этапе наших знаний проще всего это проверить, например, с помощью правилы Петаля. Вы можете продифференцировать логарифм, продифференцировать n в степени 1 третье и увидеть, что действительно этот предел равен нулю. Ну, вообще, это общее такое, одно из самых важных, наверное, знаний, которые у вас должны остаться с этого курса, это понимание того, какие функции как быстро растут. Вот в частности логарифм растет, он стремится к бесконечности, но при этом делает это медленнее, чем любая степенная функция. А экспонента, любая показательная функция, наоборот, ведет себя. Показательная функция с основанием больше единицы, она, наоборот, стремится к бесконечности быстрее, чем любая степенная функция. поскольку предел отношения равен нулю но из этого сразу следует что начиная с какого-то момента предел отношения будет меньше единицы если предел отношения меньше единицы значит алгоритм меньше чем 1 степени 1 3 вот еще вопросы поэтому по этой задаче окей едем дальше вторая задача пункт а интеграл логарифм x плюс 5 разделить на x минус 6 dx значит эту задачу очень многие решали интегрирование по частям и действительно это такой способ который может привести к успеху мне кажется что проще было бы просто сказать что логарифм значит что частная логарифмов равняется логарифму разности и дальше свести просто эту задачу к интегрированию логарифма значит я напомню что интеграл от логарифма это есть что-то такое за логарифм z минус z так что написал в принципе валерий вот вопрос здесь насчет получается определенности логарифма исходного то есть нам не надо образом расставлять знаки что у нас оставались хороший вопрос хороший вопрос да значит действительно конкретно в этой задачке в пункте а я не особенно переживал по поводу знаков значит но по-хорошему конечно да тут нужно было бы сказать что может такое быть что у вас вот эта равенство на самом деле неверно потому что может такое быть что и числитель и знаменатель отрицательны дробь положительно логарифм от нее определен но в правой части значит в правой части неправда написано не не определено вот это выражение вот но теоретически можно было конечно так совсем аккуратненько можно было бы написать что окей можно было поставить здесь например два модуля значит и сказать что это равенство верно когда когда левая часть определено то есть явно исключить случае когда эти две эти две штуки разных знаков вот здесь при проверке я кажется в этом месте не особенно придирался поводу знаков то есть в общем мне было достаточно если вы просто писали что-нибудь вроде алгоритм ну что они просто что-нибудь вроде вот такое равенство без безо всяких модулей как бы соответствующие проблемы возникали в полный рост в пункте b и тут я уже следил внимательно за тем что вы видите что что происходит что делается вот значит если вы вдруг не помните интеграл логарифма то тут конечно всегда можно его посчитать по частям значит можно сказать что это есть интеграл z4 логарифм z d z а это в свою очередь есть z логарифм z минус интеграл z минус интеграл d z это действительно есть z логарифм z минус единица но минус z плюс констант вот но после этого можно просто сказать что наш интеграл это есть интеграл логарифм x плюс 5 минус какие давайте я пишу dx минус интеграл логарифм x минус 6 dx ну и дальше тут возникает какая-то длинная штука значит во первых поскольку здесь у нас мы просто сдвиг замена координат с помощью сдвига то есть теоретически я мог бы аккуратно сказать что я делаю замену здесь t равняется x плюс 5 дальше сказать что dx равняется dt потом сделать обратную замену ну в общем в принципе общее правило такое что если у вас замена просто является сдвигом безо всякого умножения их ни на что не умножается просто к нему что-то прибавляется то в общем можно ее просто ну как бы у вас дифференциал не меняется поэтому можно просто проинтегрировать функцию будет логарифм t и поставить у нее вот этот аргумент получается такая штука x x плюс 5 логарифм x плюс 5 минус x минус 5 плюс x минус 6 логарифм x минус 6 а нет не плюс а минус и наоборот плюс x минус 6 значит x и здесь сокращаются ну и остается какая-то вот такая штука x плюс 5 логарифм x плюс 5 x минус 6 логарифм x минус 6 минус собственно говоря константность нас все равно не волнует все равно здесь будет какая-то плюс константы так что можно просто на вот эту вот штуку можно на самом деле забить плюс константы все равно неопределенный интеграл считается вот все это ответ в пункте а согласны? да отлично вот многие многие просто применяли интегрирование по частям сразу к исходному выражению и это рабочий рабочий метод оно действительно работает значит ну окей теоретически конечно нужно было аккуратно рассмотреть случай когда например x плюс 5 отрицательный x минус 6 отрицательный значит но я говорю при проверке я на это не особо не особо парился на эту тему тут где-то нужно модули поставить тут что нужно модули поставить вот все будет работать значит ну окей едем дальше пункт b значит пункт b не знаю кто кто сейчас больше ненавидит пункт b этой задачи вы или я ой от минус 8 потому что мне пришлось его проверять и я примерно примерно 98 раз пожалел что когда я исправлял эту задачу когда обнаружил что в задаче ошибка когда я исправлял эту задачу я предложил поставить здесь модуль вместо того чтобы предложить убрать логарифм если я предложил убрать логарифм задача была бы гораздо более приятной но тем не менее я предложил поставить модуль и это сделал задачку посложнее чем хотелось бы значит надо сказать что на прошлом разборе я на разборе задачку так и не дорешал а сейчас попробую дорешать потому что в решениях некоторых из студентов я обнаружил более короткое решение чем я все время придумал на разборе сразу после работы значит собственно говоря идея такая что можно снова записать этот алгоритм алгоритм вот этого самого частного можно записать в виде вот таком вот и сразу свести задачу к такой вот то есть получается сразу сведение к предыдущей задаче получается на посуде да да и мы фактически свели все к предыдущей задаче но самое главное что здесь нужно было понять это нужно было увидеть что ой господи дышишь я все время вместо восьмерки бесконечности пишу значит самое главное что здесь нужно было увидеть это то что на самом деле этот интеграл не собственный здесь уже явно указаны модули и значит нужно иметь ввиду что интеграл не собственный и нужно было с ним аккуратно этот интеграл обработать. Дальше можно рассмотреть один из этих интегралов, допустим, вот этот интеграл, и посмотреть, что с ним происходит. Вот у нас интеграл от минус 8 до 9, логарифм модуль x плюс 5 dx. В какой точке здесь возникает проблема? Проблема здесь возникает в точке минус 5. И точка минус 5 явно лежит вот на этом интервале, на котором мы все это дело интегрируем. И поэтому интеграл не собственный, и нужно изучать его сходимость. Многие в этом месте писали, что интеграл не собственный и расходится, и все. Но нет. Он, конечно, не собственный, но оказывается, что он сходится. Потому что, ну, давайте внимательно посмотрим, что это такое. Значит, вот у нас, допустим, будет интеграл от минус 8 до минус 5. Логарифм модуль x плюс 5 dx. Значит, это будет такая штука. Это будет предел при т, стремящемся к минус 5 слева. Значит, от чего? Ну, давайте можно сразу написать. Значит, у нас на этом участке модуль нужно раскрывать, видимо, с минусом. Значит, минус x минус 5. До скольки разбор, как успеем. В прошлый раз я в 2 часа не уложился. В этот раз, может, уложусь, а может, нет. Значит, у нас получается вот такая штука. Ну, окей, давайте я напишу, что это интеграл от минус 8 до t. Значит, здесь минус 5 с минусом. Давайте поточнее это напишу. Логарифм от минус x минус 5 до x. Опять же, мы знаем, чему равняется интеграл от логарифма. Значит, здесь у нас уже замена почти сдвиг, но еще знак у x меняется. Поэтому, если я буду сделать здесь замену вот этой штуки на t, то у меня dx равняется... Ой, нет, не на t, а на какую-то другую букву. Надо еще минус 1 пузить взять. Да, там нужно будет еще минус 1 вытащить. Значит, dx равняется будет минус dz. И получается такая штука. Значит, это по-прежнему минус x минус 5. Логарифм минус x минус 5. Минус x минус 5. Но еще нужно будет взять минус. Ну и давайте я сюда допишу этот предел. Значит, вот так. И все вот это происходит в пределах от минус 8 до минус 5. От минус 8 до t. Значит, вот такая штука. Дальше тут нужно аккуратно не запутаться со знаками. Значит, этот минус приводит к тому, что здесь получается x плюс 5 логарифм минус x минус 5. И дальше этот минус сокращается с вот этим минусом и остается просто минус x минус 5. Вроде так, да? У нас же перед общей скобкой минус еще один. Да, но кажется, я это учел. Если бы не было вот этого минуса, то здесь вот этот минус посокращался бы с этими. Вот. Да, и теперь самое главное, что нужно заметить, это нужно заметить, что эта штука на самом деле сходится. То есть понятно, что у нас есть какое-то значение в точке минус 8, какое-то конкретное здесь число будет. Но когда t приближается к минус 5 слева, у нас что происходит вот здесь? Значит, проблема может возникнуть вот здесь, потому что в этом случае логарифм стремится к бесконечности. Значит, у нас будет какое-то положительное число, но стремящееся к нулю. Но зато мы его домножаем на x плюс 5, и эта штука тоже стремится к нулю. То есть у нас вот этот логарифм будет стремиться к минусу бесконечности, а вот эта штука будет стремиться к нулю. И у нас вообще, говоря, тут неопределенность, но опять же мы знаем, что логарифм, он как бы самый медленный из всевозможных полиномиальных функций. Поэтому если вы умножаете, если у вас какая-нибудь такая задача, предел при z стремящемся к нулю, допустим, справа, z логарифм z, то эта штука стремится к нулю. Поэтому вот это произведение будет стремиться к нулю, когда t стремится к минус 5 с минусом. И это как раз причина, по которой этот интеграл сходится. Значит, поэтому эта самая вся штука равняется… Ну, давайте посмотрим, что это будет. Значит, минус 8 – это будет минус 3 логарифм трех. Вычесть. Значит, тут, видимо, нужно прибавить 3. И, значит, в точке минус 5 это будет… Значит, первая слагаемая 0, а вторая слагаемая в точке минус 5 – это будет… Значит, x я подставляю минус 5 – тоже 0, и все. Получается просто минус 3 логарифм трех плюс 3. В прошлый раз мы, если, ну, хотим расписывать, или мы забыли и хотим вспомнить, мы через лопитали говорили, что логарифм такой слабый. Да. Тут можно то же самое сказать, потому что можно сказать, что это вот что такое. Значит, давайте я скажу, что… Что такое z логарифм z. Ну, давайте скажу, что это и есть логарифм z. z, например, деленное на единицу, деленное на z. У вас будет неопределенность в бесконечной деленной на бесконечность. И дальше, опять же, вы можете это дело пролопиталить. Это будет предел. Значит, производная z единица на z. Производная единица на z – это минус единица на z квадрат. И это есть 0. Значит, тут получается вот такая штука. Ну, и давайте я все-таки не буду досчитывать это дело до конца. Все остальное делается точно так же. Вот. А мы же, когда минус 8 подставляем, мы как бы это слагаемое отнимаем, то мы тоже не знаки отнимаются. Не просто плюс 3, а минус 3. Да, точно. Знаки, может, здесь везде минус. С плюсом подставляется вот эта тэшка, она дает нулевое слагаемое, а минус 8, если идет с минусом, вот правильно. Здесь нужно было минус поставить. Получается 3 логарифма 3 минус 3. Вот. Ну что, можно дальше не доделать этот номер? Ну, вроде как, да. Окей. Значит, давайте пункт C сделаем. Номер 2C. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. E в степени минус модуль 5x плюс 2 dx. Значит, что здесь нужно было заметить? Ну, во-первых, это сразу видно, что это не собственный интеграл. Здесь было бы полезно представить себе картинку, как все это устроено. Значит, ну вот у нас есть здесь экспонента, а под этой экспонентой стоит минус какой-то модуль. Ну, тут модуль какой-то линейной функции, поэтому это, в общем, результат некоторого сдвига и рескейлинга, значит, некоторого сжатия растяжения по горизонтали от какой-то функции, которая ведет себя, ну, вот как-то вот так. Значит, у нас экспонента убывает и вправо, и влево за счет модуля. Делать это очень быстро. Как-то вот так он себя ведет. Симметрично, на самом деле. Как-то вот так вот. Самое главное сразу сообразить, что этот интеграл сходится в силу того, что, во-первых, в силу симметрии картинки нам достаточно рассмотреть только один кусочек, допустим, вот этот. И дальше понятно, что он сходится, потому что экспонент очень быстро стремится к нулю, и мы вообще знаем, что интеграл вот e в степени минус t сходится вблизи плюс бесконечности. Поэтому дальше, что можно было бы сделать, чтобы его найти, можно было бы сказать, например, так. Ну, во-первых, давайте сделаем замену. Давайте вот эту штуку обозначим через t. Тогда у нас будет dx. Сейчас dt равняется 5 dx. Значит, dx равняется 1,5 dt. Значит, можно сразу здесь написать 1,5 интеграла. Значит, при такой замене бесконечности, какие были, такие остаются. Значит, я говорю, что вот у меня t, это вот эта вот штука под модулем. Значит, бесконечности, какие были, такие остаются, с ними ничего не происходит. Поэтому это по-прежнему интеграл от минус бесконечности до бесконечности. e в степени минус t dt. Ну, а теперь это все присутствует к тому, что нам нужно найти, например, вот такой интеграл. e в степени минус t dt. Ну, а это уже просто. Значит, минус... Ну, хорошо, это есть предел. Вы же взяли за t выражение под модулем. А куда сам модуль улетел? А там же еще минус t dt должен быть, нет? Ваша правда, ваша правда, забыл я про модуль. Значит, давайте я напишу модуль, а теперь скажем... А теперь давайте рассмотрим два кусочка этого интеграла. Значит, разобьем интеграл в сумму двух интегралов. Вот первый из них написан, и в нем, поскольку я взял в качестве поделов интегрирования 0 плюс бесконечность, в нем модуль раскрывается именно так. И дальше можно все посчитать. Значит, это будет минус e в степени минус t от 0 до t, то есть это есть единица. А с другой стороны все симметрично и тоже единица. А с другой стороны, да, все симметрично и тоже единица. Теоретически можно было посчитать по-частному. Значит, сказать, что у нас здесь модуль теперь раскрывается с другим знаком. Значит, получается минус минус t до t. Значит, здесь я могу написать, что я тут... Что вот эта штука... Я раскрыл модуль. Модуль t равняется t, так как пределы интегрирования... t больше нуля. Вот. А здесь я, соответственно, тоже раскрыл модуль, но только наоборот, потому что у меня другие пределы интегрирования. Пределы интегрирования, для которых t отрицательны. Ну и стало быть, дальше это будет интеграл от минус бесконечности до нуля e в степени t до t. Ну а дальше можно было бы сделать замену. Ну, допустим, u равняется минус t. Сказать, что это теперь минус интеграл от бесконечности до нуля e в степени минус u d u. Дальше можно сказать, что это есть интеграл от нуля... Тут был плюс бесконечность, да. Здесь будет интеграл от нуля до плюс бесконечности e в степени минус u d u. В общем, видно, что это равно то же самое. Общее правило состоит в том, что если вы представляете себе вот эту картинку, вы не ошибетесь в этом месте. А если вы ее себе не представляете, то наверняка вы по невнимательности где-то забудете знак, и у вас что-нибудь с чем-нибудь не сократится, или неправильно раскроете этот модуль. Значит, распространенная ошибка была в том, что здесь была какая-то ошибка с раскрытием модуля, и в результате один интеграл, например, расходился, а другой магическим образом расходился. Даром, что они симметричны. Вот. Ну, вот такие вот ошибки встречались. Если представлять себе эту картинку, то вы такую ошибку никогда не сделаете. Собственно говоря, если эту картинку вы себе хорошо представляете, то можно было бы закончить решение вот на этой строчке, потому что понятно, что вторая половина симметрична, значит, будет просто вдвое больше. Значит, и ответ здесь. И это будет 2 пятых. Ну и все. Окей. Едем дальше. Мы говорим, что поскольку у нас модуль, у нас график симметричен относительно минус 2,5, да? Ну да. Нет, 2,5, ну короче, относительно какого-то x, значит, можем посчитать вот для этого, а потом сделаем замену, посчитали слева симметрично такое же значение. Ну да. Ну, собственно говоря, можно было сразу нарисовать этот график, можно было нарисовать этот график после того, как сделана вот эта замена, потому что когда эта замена сделана, график становится совсем понятным, откуда он такой берется. Значит, у вас тогда вот эта вот прямая проходит просто через начало координат, и дальше все совсем понятно. Ну, тут кому как удобнее. Спасибо. Вот. Ну, понятно, что можно было и не рисовать этот график, и не представлять себе, можно было честно сделать вот все эти вычисления чисто формально. Но общий поинт состоит в том, что вам гораздо проще о чем-то думать, если вы представляете себе картинку соответствующую, потому что вы в таком случае, во-первых, скорее всего, совершите меньше ошибок по невнимательности, просто потому что у вас есть. Ну, вот как бы представьте себе, вот, допустим, у очень многих, например, в этой задаче получался ответ ноль из-за того, что была какая-то проблема со знаками. И я за это, кажется, довольно сильно снижал, потому что мне кажется, что если вы здесь получаете ответ ноль в такой задаче, и он вас ничем не смущает, то это означает, что вы не совсем понимаете задачу. Потому что если вы видите просто вот эту задачу, вы видите, что у вас какой-то интеграл, у вас под интегральное выражение гарантировано всюду положительно. Ну, не может быть интеграл равен нулю в таком случае никак. Даже если у вас в ходе вычисления получился ноль, значит, вы где-то ошиблись. И вот очень полезно иметь в голове какие-то такие качественные соображения, с помощью которых вы можете делать самопроверку автоматическую. Вот. Ну что, все, со второй сдачей расправились? Окей, едем дальше. Номер 3. Напомните, на final есть чит-лист? Да, есть. Можно сделать, спасибо. Вот. Третий номер. Здесь нужно было найти все корни уравнения кубического. 2z квадрат плюс 5z равняется нулю. Значит, ну, это такая задачка на испуг. Значит, если вы прочитали слова комплексные корни или увидели, что уравнение кубическое, испугались и пошли дальше, то вы таким образом потеряли 5 баллов, можно сказать, ни за что. Хотя, кажется, из-за дочки все сделали. Но давайте все-таки скажу про нее два слова. Значит, что можно сделать? Можно... Ну, во-первых, нужно не пугаться комплексных корней, ничего страшного нет. Во-вторых, нужно заметить, что это уравнение, хоть оно и кубическое, но z выносится за скобку. И остается просто вот такая штука. И дальше. Поэтому у вас один корень равен нулю сразу. А еще два корня лежат вот здесь. Значит, у вас есть квадратное уравнение. Ну, а квадратное уравнение решается по стандартной формуле. Значит, что здесь нужно найти? Дискриминант. Дискриминант равняется... Что там, b квадрат минус 4ac4 минус 20, что ли, минус 16. Ну, а дальше нужно не испугаться вычисления корней из отрицательного числа. z2, 3 равняется 2 плюс-минус... Значит, корень из 16 это 4. Значит, здесь получается плюс-минус 4i пополам. То есть 1 плюс-минус 2i. И все, вот он, ответ. Вот. Едем дальше. Четвертая задача. Тоже задача простая, если понимать, что происходит. Значит, здесь такая история. У нас есть функция, в которой есть интеграл от какой-то гадости. Экспонента от косинуса синуса 7t. Значит, и нам нужно найти частную производную от функции f большая. Значит, вот у нас функция f большая, которая интеграла от 3x до 4y e в степени косинус от синуса 7t dt. И, соответственно, нам нужно найти частную производную dfpdx и dfpdy. Значит, как это сделать? Ну, давайте посмотрим. Самое главное, что нужно сделать, это не нужно пытаться брать интеграл. Нужно воспользоваться формулой ньют-леймниц. Ну, в частности, например, заметить вот что. Давайте посмотрим на производную этой штуки. Давайте начнем с производной по y. y – это почти верхний предел этого интеграла. Ну, верхний предел равен 4y. Значит, это производная… Ну, окей, давайте скажем вот что. Давайте введем такую новую функцию. f от t. Это есть интеграл от 3x до t. О, нет, t плохо. Давайте не t, а какую-нибудь другую букву z. Значит, интеграл… Илья Валерьевич, правильно ли я понимаю, что здесь надо будет потом домножить на, получается, производную от 4y по y? Да, совершенно верно. Окей. Теорема производной сложной функции, да? Значит, у нас есть функция f от z, которая есть интеграл от 3x до z. e в степени косинус синус 7t dt. И ее производная по z, вот у нее есть интегральный аргумент z, ее производная чему равна? Ну, по формулу Медлевниц она просто равна выражению, которое стоит под знаком интеграла. e в степени косинус от синуса… Чей здесь должен написать? e в степени косинус от синуса от кого? 7z. 7z, да. 7z. Вот. Отлично. А теперь мы знаем, что наша f большая, вот если ее рассматривать как функцию от y при фиксированном x, это на самом деле фи от 4y. Поэтому df большой по dy, это просто нам нужно продифференцировать сложную функцию. Значит, нам нужно продифференцировать по y фи от 4y. То есть это производная фи штрих в точке 4y умножить на производную 4y, то есть на 4. То есть получается, что это 4e в степени косинус от синуса. Здесь было 7z, а мы вместо z подставляем 4y, 7 и 4, 28. Значит, 28y. Вот мы и нашли одну из частных производных. Главное, не нужно было считать этот интеграл. Значит, частная производная, наоборот, по x находится точно так же. Единственное, что... Значит, мы знаем, что если мы рассматриваем интеграл как функцию верхнего предела, то ее производная равна под интегральному выражению. А если как функцию нижнего предела, тогда что? Ну, это... Множить на минус 1. Да, опять же, по формуле Ньютон-Лимбетса можно, ну, можно по-всякому сказать. Можно, например, сказать, что это то же самое, что можно просто переставить местами предела, интеграл сменит знак, и после этого вся эта логика будет работать точно так же. Единственное, что меняется, это появляется знак минус. Поэтому df по dx – это по точно такой же логике, значит, только со знаком минус. Значит, что здесь нужно будет умножить? 3 на e в степени косинус синус, и здесь нужно будет подставить 3x в качестве аргумента. симметрии это 21, значит, 21x. Вот и все, вот весь ответ. Значит, можно переставить пределы интегрирования, и поменять знак. Таким образом, свести к предыдущему пункту. Вот. Ну, то есть, короче говоря, что нужно было знать в этой задаче? Знать нужно было формулу Ньютона-Лимбетса, то, что если как бы то, что интегрирование и дифференцирование – это в неком смысле обратное действие. Что если у вас есть определенный интеграл, у него есть переменный верхний предел, и вы по этому верхнему пределу дифференцируете, то получается подинтегральное выражение, в которое этот верхний предел подставлен. Значит, это нужно было знать. Ну, и нужно было сообразить, что здесь на самом деле сложная функция. Нужно использовать теремопроизводные сложные функции. Вот. Ну, так, в общем, это тоже такая задачка. которая не то чтобы технически была бы сложной, а скорее поощряет смелость. Вот. Есть ли еще по ней вопросы? Пятая задача. А вот есть вопрос. А что, если бы у нас подинтегральное выражение было бы с разрывом второго рода посередине на нашем интервале? То мы могли бы... Ну, тогда надо было бы разбираться, вообще определён ли этот интеграл. Потому что могло бы так оказаться, но могло бы так оказаться, что у вас этот интеграл вообще неопределённый, что у вас там какая-нибудь... Уходит на бесконечность, интеграл неопределённый, тогда, конечно, и производная его неопределённая. Так что это... Тогда бы это потребовало бы дополнительного. Ну, получается, нам тогда необходимо было бы исследовать полностью интеграл необходимость. Исследовать сходимость этого интеграла, да. Окей. Вот. Хороший вопрос, да. Окей. Едем дальше. Пятая задачка. Значит, здесь была такая штука. Значит, нужно было исследовать функцию. f от x равняется логарифм от двух логарифмов от логарифма от 4x в кубе минус 4 альфа x плюс e. Значит, что здесь... Нужно сказать. Ну, во-первых, нужно найти область определения этой функции. Давайте смотреть, как найти область определения. Значит, ну, давайте смотреть, что происходит. Можно идти... Куда нам нужно идти? Ну, нам нужно идти снаружи. Значит, вот нам нужно понять, у нас есть логарифм от чего-то. И этот логарифм от чего-то будет определён в том случае, если это что-то больше нуля. Поэтому у нас есть условие, что вот эта вот штуковина под первым логарифмом, она больше нуля. Ну, понятно, что умножение на двойку не меняет знак числа, поэтому на него можно забить. А дальше у нас возникает следующий вопрос. Когда вот этот логарифм, уже первый внутренний логарифм, когда он больше нуля? Ну, если вы помните, как устроен логарифм, то логарифм становится больше нуля тогда, когда его аргумент больше единицы. Поэтому нам нужно, чтобы вот эта штука, второй внутренний логарифм, была бы больше единицы. Ну, а когда логарифм больше единицы? Поскольку логарифм монотонная функция, то нам нужно понять, в какой точке логарифм принимает значение 1. А логарифм принимает значение 1 в точке е. Поэтому нам нужно, чтобы вот эта вот внутренняя штука, которая стоит под внутренним логарифмом, была бы больше е. То есть, иными словами, нам нужно, чтобы 4х в кубе минус 4 альфа х плюс е было бы больше е. А это означает, что нам нужно, чтобы 4х в кубе минус 4 альфа х было больше нуля. Ну, опять, тут нужно не бояться кубического уравнения. Третья степень нужно просто разложить на множители. Остается х, 4х квадрат минус 4. 4, кстати, можно вынести за скобку. 4х. Ой, альфа тут еще остается. И остается 4х, х минус х квадрат минус альфа. Значит, эта штука может вести себя по-разному. В частности, может так оказаться, что вот эта скобка в зависимости от значения параметра альфа, она может быть либо всю жизнь положительной, либо быть сначала положительной, потом отрицательной, потом положительной. В зависимости от знака альфа. Поэтому тут, возможно, два случая. Первый случай. Если альфа оказалась отрицательной, то тогда вот это неравенство выполняется тогда же, когда просто 4 и больше нуля. Значит, вот эта скобка положительная. х квадрат минус альфа тогда больше нуля. И область определения функции f — это просто все положительные числа. От нуля до плюс бесконечности. И второй случай, когда альфа больше… Ну, окей, здесь на самом деле достаточно было бы потребовать альфу меньше либо равняться нулю. Потому что если число оказалось равно нулю, если вот эта штука оказалась равна нулю, то это нам тоже не подходит, здесь строгое неравенство. Поэтому, в общем, область определения все время тоже будет вот такая, от нуля до плюс бесконечности. А если альфа оказалась больше нуля, то происходит примерно следующее. Значит, у нас нужно тогда нарисовать такую картинку. Значит, что у нас будет? Ну, здесь будет точка 0. И еще две точки, корень из альфа и минус корень из альфа. И знаки будут меняться так. Значит, бум-бум-бум. У нас скобка будет положительной при очень больших или очень маленьких иксах. Значит, знаки будут вот так устроены. Минус, плюс, минус, плюс. И область определения, соответственно, будет только там, где плюс. То есть область определения будет вот такая. от минус корень из альфа до нуля и от корня из альфа до плюс бесконечности. У вас написано альфа больше непонятно чего. Нолик надо записать. Корень из альфа до плюс бесконечности. Вот. Значит, область определения нашли. Дальше. Множество точек, на которых она непрерывна. Ответ короткий. Всюду, на области определения. Как композиция непрерывных. Значит, все функции, которые у нас здесь фигурируют, непрерывны на своей области определения. Поэтому там, где то, что получилось определено, там это просто композиция непрерывных функций. И значит, эта штука непрерывна. Значит, следующий пункт С. Нужно найти точки локальных максимумов или минимумов. Тут уже повеселее. И тут, в общем, есть разные подходы. Один подход состоит в том, чтобы тупо взять и продифференцировать эту функцию. Это не то, чтобы сильно сложно. Но вам придется четыре раза применять теорему производной сложной функции. Ну, окей. Вы получите какое-то длинное произведение. И, на самом деле, все со множества в этом произведении будут всегда положительны. Кроме одного, кроме произведения вот этой самой внутренней функции. И можно было бы это увидеть по-другому. Можно было бы заметить, что вот эта вот вся штука, на самом деле, она устроена так. У нас вот здесь вычисляется какая-то функция. А потом на нее сверху навешиваются возрастающие функции. Тут можно заметить такую вещь, что когда у вас вот эта вот штука, например, имеет максимум, от того, что вы на нее сверху навесили еще какую-то или какие-то возрастающие функции, от этого ничего особенно не поменялось. Значит, если в какой-то точке вот это значение было бы самым большим, то и значение вот этой вот штуки в этой же точке было бы самым большим. Просто потому что вот эта вот внешняя вещь возрастающая, она как бы не меняет отношения больше-меньше. Давайте я это формально напишу. Формальное утверждение такое. Например, если f, допустим, имеет максимум, в какой-нибудь точке х возрастает, тогда h в композиции с f, то есть это такая функция, которая называется h от f от х, тоже имеет максимум в х0. Ну, действительно, как в этом убедиться? Ну, потому что если у вас есть точка х0, вы знаете, что f от х0, например, больше, чем f от х, или там больше либо равняется, чем f от х, то в силу возрастания h от f от х0 будет тоже больше либо равняться, чем h от f от х. в силу монотонности, в силу возрастания h. Поэтому здесь достаточно было посмотреть только на внутреннюю функцию. Ну, если вы честно посчитали производную сложную функцию, в этом тоже нет никакой проблемы. И как бы это тоже был рабочий метод. Но давайте посмотрим, что здесь получается. Давайте посмотрим на внутреннюю функцию. Опять же, понятно, что на возрастание и убывание максимум минимум вот это плюс е никак не влияет. Поэтому нас интересует, на самом деле, вот эта вот штука. 4х в кубе минус 4 альфа х. Теперь рассмотрим функцию 4х в кубе минус 4 альфа х. Ну, вот давайте от нее, давайте как-нибудь обозначим, уже от х. От нее теперь уже можно честно взять производную. Получается 12х в квадрат минус 4 альфа. 4 все-таки проще всего вынести за скобку, а тогда остается просто 3х в квадрат минус альфа. Опять же, тут, возможно, разные варианты в зависимости от знака альфа. Значит, если альфа больше нуля, тогда... Значит, если альфа больше нуля оказалось, тогда что это означает? Давайте сначала рассматриваем случай альфа меньше нуля. Вон попроще. Значит, если альфа меньше нуля, то это означает, что у нас производная просто всюду... Значит, производная всюду положительна. И что это означает? Это означает, что наша внутренняя функция просто всюду возрастает. Значит, наша исходная функция тоже просто всюду возрастает, всюду где определена. Значит, производная всюду положительна. g от x возрастает всюду. Исходная функция f и f от x тоже возрастает всюду. Но максимумов и минимумов у нас получается не больше, потому что нет краев в области определения. Да. Значит, нет максимумов и минимумов. Значит, можно на всякий случай убедиться, что их прям совсем нет. Но дело в том, что когда вот эта штука будет... Ну, смотрите, когда у нас будет все приближаться к границе области определения, к нулю, то видно, что... Значит, что у нас здесь будет происходить? Вот эта штука будет приближаться к нулю, значит, логарифм будет приближаться... Значит, сейчас... Вот эта штука будет приближаться к e, логарифм будет приближаться к единице, вот эта логарифм будет приближаться к нулю, и, значит, вот эта штука будет стремиться к минус бесконечности. Никакого минимума там нет, и даже нельзя определить так, чтобы он был. Максимумов и минимумов нет. Дальше. Если оказалось, что альфа больше нуля, то ситуация чуть-чуть более хитрая, потому что у нас здесь возникает… Вот этот график внутренней функции, он выглядит как-то так. Значит, вот у нас здесь есть точки, которые называются… Значит, х квадрат равняется альфа на 3, то есть х равняется плюс-минус корень из альфа разделить на корень из 3. Вот смотрите, у нас здесь есть область определения, которая от минус корня из альфа до нуля. Вот такая была. И от корня из альфа до плюс бесконечности. И теперь у нас здесь возникают какие-то экстремумы, которые теоретически могут быть. То есть где они могут быть? Они могут быть вот здесь и вот тут. Это корень из альфа на 3, корень из альфа на корень из 3, а это минус корень из альфа на корень из 3, а это просто корень из альфа на корень из 3. Ну и, собственно говоря, дальше отсюда понятно, что на самом деле у нас возникнет экстремумы вот в этой точке. Значит, что здесь будет происходить у нас, когда х очень маленький, очень отрицательный, х квадрат большой. Поэтому здесь будет происходить вот что-то вот в таком роде. Опять же, когда мы приближаемся к границам области определения, у нас там наш логарифм будет… То есть вот это вот выражение, которое мы сейчас рассматриваем, оно там будет стремиться… Что-то там будет стремиться… Граница области определения там будет стремиться к E, допустим. Ну и, значит, там по этой цепочке. В общем, у внешнего логарифма все будет… Аргумент будет стремиться к нулю, значит, сам логарифм будет стремиться к бесконечности. Какая-то вот такая вот штука будет, значит, асимптомы такие. А здесь, с другой стороны, будет просто постоянное возрастание, потому что здесь производное положительное. Здесь производное положительное, здесь положительное, здесь отрицательное. Ну, поэтому, значит, сразу можно сказать, что у нас есть максимум в точке минус корень из… корень из альфа на корень из трех. Ну и дальше возрастание, убывание, как на картинке. Вот. Ну и попутно, значит, что есть, можно сразу сказать. Значит, у нас есть вертикальная, значит, переходя уже к пункту E, значит, у нас есть вертикальная асимптота. Вот в этом случае. Сейчас, значит, при альфа меньше нуля. При альфа меньше нуля, меньше либо равняется нулю, есть вертикальная асимптота в нуле. Значит, вертикальная асимптота X равняется нулю. При альфа больше нуля у нас есть вертикальная асимптота на границе области определения, то есть в точках X равняется минус корень из альфа, X равняется корень из альфа. Значит, что можно дальше еще сказать? Есть ли какие-нибудь, значит, что осталось проверить? Осталось проверить вот здесь на бесконечности. Не может ли здесь вылезать какая-нибудь тоже асимптота? Значит, теоретически могла быть либо горизонтальная, либо наклонная. Но горизонтальная быть не может, потому что наша функция стремится к бесконечности. Все-таки, когда X становится большим, эта штука хоть и медленно, но она возрастает, и возрастает, не будучи ничем ограниченной сверху. Значит, вот эту штуку можно сделать сколь угодно большой, эту штуку тоже можно сделать сколь угодно большой, и эту штуку можно сделать сколь угодно большой. Дальше есть шанс на горизонтальную асимптоту. Не на горизонтальную, а на наклонную асимптоту. Но на самом деле наклонной асимптоты нет, потому что если мы все это дело поделим на X, опять же, у нас логарифм убывает медленнее, чем любая степень. Значит, на самом деле, от логарифма будет убывать еще медленнее, вот такая штука будет убывать еще медленнее. И, в общем, понятно, что... Значит, если мы хотим ответить на вопрос, существуют ли наклонные асимптоты... Нам для того, чтобы вертикальные асимптоты, мы их... Как находим? Мы просто смотрим, стремится ли в этой точке значения к каким-нибудь бесконечностям, да? Да. Ну, значит, мы знаем, что у нас все непрерывно на области определения, поэтому на самой области определения никаких вертикальных асимптот быть не может. Дальше мы смотрим, что происходит на границе области определения. И на границах области определения видно, что происходит следующее. Как у нас вообще... Как мы приближаемся к этим границам? Ну вот, мы видим, что когда мы приближаемся к границе области определения, у нас вот эта штука приближается к нулю. Значит, вот эта штука, аргумент логарифма внутреннего приближается к е. Это означает, что аргумент вот этого логарифма промежуточного, То есть вот эта штука, значение логарифма внутреннего, приближается к единице. Это означает, что вот эта штука, аргумент логарифма внешнего, приближается к нулю. Когда аргумент приближается к нулю, у логарифма логарифм сам стремится к минус бесконечности. Поэтому мы понимаем, что у нас действительно на границах области определения, вот у нас здесь есть три точки, которые являются граничными, здесь логарифм стремится к минусу бесконечности. Больше никаких других вертикальных осим тут быть не может, потому что во всех остальных точках функции непрерывно, и, значит, там есть предел везде конечный, и, значит, никаких пределов равной бесконечности быть не может. Последнее, что нужно рассмотреть, это существует ли наклонная асимптота вот здесь на плюс бесконечности. Но ответ нет, потому что если бы была наклонная асимптота... У вас написано, что x равен корень из альфа, x равен корень из альфа. Где-то минус нужно поставить. Если бы была наклонная асимптота... То у нее бы k равнялась бы пределу при x, стремящемся к плюс бесконечности. Логарифм, 4 логарифма. Два логарифма от логарифма вот этой страшной штуки. Значит, логарифм от двух логарифмов от логарифма от 4x куб минус 4 альфа x плюс e разделить на x. Значит, эта штука равна нулю. Ну, потому что, на самом деле, мы знаем, что... Значит, как убедиться в том, что вся эта страшная штука равна... Что в пределе это ноль. Ну, окей, можно, например, воспользоваться программой питали. Ну, это, конечно, муторно нужно считать, производные эти штуки. Ну, в принципе, можно это сделать. Но такой качественный анализ такой, что мы знаем, что если бы вот здесь вместо всей вот этой вот штуки стояло бы просто x, то тогда этот предел равнялся бы нулю. А здесь стоит не x, а что-то, что растет еще медленнее x. Но, значит, можно просто сказать такую вещь. Можно сказать, что вот все вот это вот меньше, чем логарифмом x. Ну, хорошо, давайте я напишу, что это меньше, чем... Давайте я напишу вот так. Значит, утверждение такое. Логарифм z меньше, чем z для достаточно больших z. Может, он всегда меньше z? Короче, мне даже неохота думать. Важно то, что он действительно меньше, чем z. И поэтому, значит, вот в этой серии логарифмов на самом деле вся эта штука меньше, там, по камере, для достаточно больших x. Вся эта серия логарифмов меньше, чем самый внутренний логарифм. Вот этот вот. Ну, а с другой стороны, здесь у нас есть тоже какой-то логарифм от... Ну, окей. Грубо говоря, логарифм 4x в кубе – это есть логарифм 4 плюс 3 логарифм от x. И понятно, что если мы все это дело поделим на x, то это будет стремиться к нулю. Ну, например, вот так это можно понять. Значит, если k равняется нулю, следовательно, асим это так горизонтально. Ну, так не бывает, значит, этого не может быть. Так как я стремится к бесконечности. Вот. И все. Значит, соответственно, задачу решили, вроде все пункты сделали. Есть ли еще вопросы по этой задаче? Извините, а почему нельзя было сказать просто, что на бесконечности f стремится к бесконечности, поэтому нету... Могли быть наклонная асимптота. Нет. Если бы она просто стремилась к бесконечности, то нам наклонная асимптота возможно. Вот, например, возьмите функцию f от x равняется x. Она стремится к бесконечности, но наклонная асимптота у нее есть. Это она сама. А можете вниз помотать немножко? Угу. На самый конец. А, ну, хорошо. Можно было сказать, что функция поделить на x стремится к бесконечности, и тогда точно ничего не получается, потому что k получается бесконечности. Не, непонятно, откуда у вас k бесконечности. Значит, я утверждаю, что вот конкретно та функция, которая у нас, вот эта вот штука, вот здесь k, она стремится к нулю. Потому что когда мы делим на x, вот эта вот штука, она растет медленнее, чем полимерная, медленнее, чем x. Это как бы основная идея. А, все, поняла, хорошо. Поэтому если какая-то асимптота, если какая-то наклонная асимптота была бы, то она была бы обязательно горизонтальной, а горизонтальная асимптота быть не может, ровно потому что функция действительно стремится к бесконечности. Окей? Да, хорошо. Хорошо. Так, ну что, едем дальше? Так, ну давайте дальше смотреть. Номер 6. Отключилась трансляция. Напомню, сколько всего номеров. Не помню, я сейчас посмотрю. 8. Осталось 3. Итак, значит, номер 6. Здесь такая задачка на доказательство. Значит, у нас есть функция f, которая имеет n плюс 1 непрерывную производную в окрестности точки x0. И требовалось доказать, что в этом случае f от x равняется... Здесь триллеровский многочлен написан. плюс o большого от x минус x0 в степени n плюс 1. Значит, это формула, которая очень похожа на формулу Тейлера с остаточным членом в форме пиано. Разница состоит в том, что в форме пиано остаточный член – это o маленькая, и степень другая, степень n, а не n плюс 1. Некоторые студенты пытались эту дочку решать, исходя из... так сказать, опираясь на формулу Тейлера с остаточным членом в форме пиано. Это сделать невозможно, потому что ни при каких условиях вы не можете доказать, что o маленькая от степени n, есть o большая от степени n плюс 1. Просто потому что бывают промежуточные степени, которые являются o маленькими от степени n, но не являются o большими от степени n плюс 1. Например, у вас вот такая штука, n плюс 1, 2. Есть o маленькая от x минус x0 в степени n, потому что степень больше, чем n. Но x минус x0 в степени n плюс 1, 2 не является o большим от x минус x0 в степени n плюс 1. Поэтому формула пиано тут ничем вам не поможет. Поэтому дальше у вас был не очень богатый выбор, на что вы еще можете опереться, а именно остается только формула Лагранжа. Формула Тейлорса, с вашим членом формулы Лагранжа. Значит, тут главное было написать, как она записывается. Записывается она как так. Значит, опять же, f от x равняется. Дальше Тейлоровский многочлен в степени n. Как обычно. И последняя слагаемая похожа на все предыдущие. Значит, они будут в степени n плюс 1. Но только теперь значение производной берется не в точке x0, а в какой-то произвольной точке c. Но все остальное, как раньше. Да, я забыл здесь степень. Здесь будет степень x минус x0 в степени n плюс 1 как раз. В общем, эта задачка была на вдумчивое вглядывание вот в эту формулу, с отношениями в форме Лагранжа. А именно, нам нужно доказать, что вот эта вот штука есть о большое от x минус x0 в степени n плюс 1. Ну, что это означает? У нас тут на самом деле уже написано какая-то штуковина умножить на x минус x0 в степени n плюс 1. Ну, дальше здесь можно было сразу сказать, о, смотрите, вот эта константа. Константа умножили на x минус x0 в степени n плюс 1, значит, это и есть, что большая от x минус x0 в степени n плюс 1. Почему это неверно? Почему такое рассуждение не работает? Какое еще раз рассуждение? Ну, значит, нам нужно доказать, что вот этот вот остаточный член есть о большое от вот этой штуки. Но здесь видно, что вот как раз вот эта вот штука написана, от которого взят о большое. Вот эта штука вроде как константа. Ну, понятно, что о большое это как раз и есть утверждение про то, что что-то не превосходит чего-то умноженное на константу. и, казалось бы, это вот все, победа. Почему это на самом деле не так? Почему это так не работает? Что можно сказать вот про всю вот эту вот штуковину? Что бы с ней происходить, если я буду менять x? Сейчас двинется. Да, у нас c на самом деле зависит от x. c – это какая-то промежуточная точка, но она вообще, говоря, если бы я писать совсем подробно, то здесь нужно писать c от x. Ну, потому что какое было утверждение? Было утверждение такого типа, что там для всякого x0 и всякого x существует такое c, что эта формула будет верна. Значит, здесь нужно явно… Здесь на самом деле есть зависимость c от x. Или просто… Да? За между x0? Да, значит, про c мы знаем, про c мы знаем, что она лежит между x0 и x, ну, то есть либо так, либо так, в зависимости от того, кто у нас на больше кого. Значит, мы знаем, что c лежит между x0 и x, и это все, что мы про него знаем. Оно как-то зависит от x, неизвестно как. Оно существует, и все, больше мы ничего не знаем. ну то есть можно было попробовать сделать оценку на производную ну то есть мы зная положение c от x то что оно лежит от нашей x0 до x ну либо наоборот можем только оценить получается именно наше верхнее значение вот этой производной да, но мы знаем что мы знаем что f n плюс 1 от своего аргумента от t функция которая является непрерывной значит в некоторой окрестности точки x0 но если она является непрерывной то это означает что она если я могу взять окрестность чуть-чуть поменьше взять отрезочек вот такой вот внутри этой окрестности и тогда это означает что f n плюс 1 от t ограничено на каком-то вот этом отрезке ну а раз она ограничена то мы можем все это дело ограничить какой-то константы m большое и таким образом автоматически получить что вся вот эта вот штука действительно есть что большое от x минус x0 в степени плюс 1 так то есть логика такая мы говорим что у нас c что у нас вот это что у нас есть x и x0 когда мы начинаем двигать там эту c да они у нас уже как бы зафиксированы и затем мы говорим что поскольку все эти производные непрерывные мы можем брать их брать их брать их брать их и для f для n плюс 1 производной мы получим какой-то интервал в котором заключена интервал или отрезок в котором точно заключена наша самая производная значит можно взять константу и ограничить эту константу производную n плюс 1 порядок от f да смотри значит я утверждаю следующее утверждаю что существует такая константа m что для всех иксов вблизи точки x0 значит если если мы возьмем c который соответствует вот этому иксу то n плюс 1 производная f в точке c от x будет меньше чем эта константа m большую есть какая-то универсальная константа которая обслуживает все точки ну из какой-то окрестности x0 и которого таким образом оценивать нашу производную это следует из того факта что эта штука будет непрерывно на всем этом отрезке у меня вот этот отрезок он вложен вот в эту окрестность и у меня вот эта штука будет непрерывно на всем этом отрезке потому что она непрерывно на всей этой окрестности отрезок еще меньше раз она будет непрерывно на этом отрезке значит она ограничена на этом отрезке раз на ограничено то вот она ограничена каким-то конкретным числом У нас сначала для любого х, потом существует м, да? У нас сначала для любого х, потом существует м. Наоборот, когда так не работает? Нет, нет, сейчас вот так. Ага. Ну, смотрите, сейчас, вот смотрите, что я говорю. Значит, утверждается следующее. Утверждается, что fn плюс первое от t непрерывно в какой-то окрестности t равняется х0. Вот я эту окрестность нарисовал. Дальше. Давайте я возьму отрезочек, который будет лежать внутри этой окрестности. Всегда можно сделать. И содержать точку х0. В таком случае вот эта функция будет непрерывно и на этом отрезочке тоже. Если она непрерывна на этом отрезке, то это означает, что она тут ограничена. Какая-то она, эта функция есть, она на этом отрезке ограничена. Значит, вот то самое число, которому она ограничена, я обозначаю через M. Теперь, какой бы х на этом отрезке я не взял, вот и взял какой-то конкретный х. У меня c будет лежать между х и х0, и значит, c тоже лежит на этом же оранжевом отрезке. Это означает, что fn плюс первое от c от х будет меньше, чем M, потому что M таким образом выбрана. И M не зависит от х. То есть мы как бы доказываем, что существует окрестность х, где эта штука верна. Да, да. Существует окрестность точки х0, существует окрестность точки х0, такая, где вот эта вот штука верна. Но поскольку нас все равно интересует предел при экстремащемся к х0, то если мы что-то докажем, что что-то верно на какой-то окрестности точки х0, то все, мы доказали, мы победили. Теперь мы получили, что это наш остаточный член, fn плюс первое, в точке c от х разделить на k фэкториал х минус х0 в степени n плюс 1. Значит, вся вот эта вот штука по модулю меньше, чем M разделить на k фэкториал х минус х0 в степени n плюс 1 по модулю. То есть эта штука, конечно, является обольшим от х минус х0 в степени n плюс 1. По определению большого. Ну и все, это и есть победа. Окей, а непрерывность нашей n плюс 1 производной мы взяли из утверждения, из условия про то, что у нас существует n плюс 1 производная. Непрерывная производная. В условии явно сказано, что все n плюс 1 производные являются непрерывными. Окей. Так, еще вопросы по этой задаче? Вот, все-таки, да, повторите, пожалуйста, по этой задаче им нам все производные должны быть непрерывными? Или это так, они сами? Это автоматически. Если вы говорите, что функция дифференцируема, если вы говорите, что у функции есть n плюс 1 производная, то все первые n производных должны быть дифференцируемы, а значит, они должны быть непрерывными. Поэтому это, на самом деле, утверждение, которое сформулировано в условии про n плюс 1 непрерывную производную, это, на самом деле, утверждение только про n плюс 1 производную. Все остальные будут непрерывными автоматически. Из того факта, что существуют следующие производные. Еще вопросы по этой задаче? Сейчас хочется переписать и выникнуть в последние две строчки. Мы говорим, что производная, N плюс первая производная непрерывная, значит, существует отрезок в районе X0, значит, существует в какой-то окрестности X0. Значит, мы можем найти отрезок, в который входит X0, в котором она непрерывно и ограничена, поскольку это отрезок, концы у него имеют значение. Значит, можем всю эту производную ограничить какой-то константой M, любого X из этого отрезка. Значит, мы можем сделать потом замену числителя на эту саму M. и получить константу, умноженную на модуль от какой-то функции, и поопределить, что это является убольшим от этой функции. Да, да, вот так. Только тебе еще надо сказать, что у тебя и само значение X лежит на твоем отрезке. Ну да, ну потому что мы говорим, значит, я здесь написал, что X вблизи X0, но это, конечно, означает, что X вот в этом самом как раз оранжевом отрезке. Я сразу знал, что любого иначе в этом... Да, но поскольку наше условие, значит, у нас здесь есть условие, что X стремится к X0, а раз он стремится, значит, он попадает в любую окрестность. Он приближается, и мы можем потребовать, чтобы X был. Мы можем рассматривать только те X, которые лежат в какой-нибудь окрестности, в том числе на этом отрезке. У нас условие про O большое такое, что функция F от X есть O от G от X при X стремящемся к X0. Это означает, что существует такая окрестность точки X0, что F от X, и там существует такая константа, что модуль F от X меньше, чем константа на модуль G от X для всех X из этой окрестности. То есть как раз то, что мы доказали, что что-то ограничено на какое-то окрестность, этого достаточно для того, чтобы получить результат про O большой. Так, ну что, можно ехать дальше? Видимо, можно. Едем дальше. Седьмая задачка. Получился гробический гроб из седьмой задачки. Я, с одной стороны, сделал его более гробическим, чем хотел, но, с другой стороны, даже если бы я его не сделал таким гробическим, его все равно бы никто не решил, потому что даже первый шаг сделал, по-моему, два человека. Правильный первый шаг. Значит, давайте на нее посмотрим. Функция F определена непрерывно на промежутке от 6 до плюс бесконечности и выпукло вниз. И дальше требуется сказать у вас, что у нас есть... Вы что-то пишете на доске? У меня ничего не отображается. Да, пишу. А, загрузилось. Значит, у нас есть интеграл от 6 до плюс бесконечности F от X до X. И мы хотим сказать, что он сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл вот такой штуки от 6 до плюс бесконечности F, округление вниз X, округление вниз X, плюс 1, минус X. Сейчас опять ничего не пишется. Плюс F от округления вниз X плюс 1 умножить на... Так, на что надо умножить? X минус округление вниз X. Значит, нужно сравнить сходимость вот таких двух интегралов. Но, смотрите, значит, первый шаг, который здесь нужно сделать, это нужно понять, что же это за жуть такая написана во втором интеграле. Ну, потому что, на самом деле, это не такая уж и большая жуть. Давайте смотреть, что здесь написано. Значит, вот у нас есть ось X. На оси X есть целые точки. Дальше. У нас есть какая-то конкретная точка X. У нее есть округление вниз и есть округление вниз плюс 1. Значит, ближайшее влево целое число и, так сказать, ближайшее вправо. Дальше. Вот что здесь написано? Здесь написана такая выпуклая комбинация. Значит, мы взяли значение функции F вот в этой точечке, взяли значение функции F вот в этой точечке и нашли их такое взвешенное среднее. Причем взвешенное среднее, смотрите, как устроено. Значит, у меня вот эта штука, это кто такое? Это есть расстояние от X до следующей точки, вот досюда. Значит, вот это, это вот у меня вот эта часть. А вот эта часть, вот эта вот штука, это наоборот, расстояние от X до его округления вниз. То есть, смотрите, если X оказался просто вот в этой точке 1, тогда он совпадает со своим округлением вниз, тогда вот это расстояние равно 1, и значение равняется просто значению F вот в этой точке. Значение всего вот этого вооружения равняется значению F просто вот в этой точке. Если наоборот, X оказался, вот X оказался почти вот здесь вот в точке 2, то это означает, что у нас вот это слагаемое берется с очень маленьким весом, оно умножается вот на эту оранжевую штучку, это очень маленький вес. В основном берется вес от вот этой вот штуки. Значит, вот эта вот штука умножается на число, которое близко к единице, вот на это расстояние. И таким образом видно, что значение будет близко к вот этому значению. И, с другой стороны, если посмотреть на то, что происходит на интервальчике от 1 до 2, например, то понятно, что там вот эта штука фиксированная, потому что вот эта штука фиксированная, вот эта штука тоже фиксированная, потому что вот эта штука фиксированная. Ну и, значит, на самом деле, если внимательно посмотреть на то, что если я представляю нашу функцию, то видно, что это линейная функция, Потому что единственная зависимость от x, которая есть, вот эта. А это просто зависимость, что у нас этот x умножается на какую-то константу. Поэтому на самом деле тут написана просто линейная функция. То есть на каждом конкретном отрезке это линейная функция, которая проходит через значение функции в концах этого отрезка, значение исходной функции, функции f. То есть у нас была какая-то функция f. Мы взяли и построили вот такую вот вещь. Провели здесь прямую. Значит, мы провели вот такие вот хорды между каждыми целочисленными, между всеми целочисленными точками. Ну вот без этого шага ничего дальше сделать было нельзя. И этот шаг, по-моему, сделало примерно два человека. Вот. Понятно ли, что я сейчас написал? Понятно ли? Понятно ли это рассуждение? Да. На самом деле, если вы хорошо помнили историю про выпуклые функции, то вы могли бы заметить, что у нас здесь написана вот как раз та самая штука. Вот если я мог бы вот эту вот вещь обозначить через, скажем, 1-t, вот эту штуку обозначить через t, и тогда, наверное, было бы чуть ли более знакомо. То есть у нас есть точка t, которая нам задает точку на вот этом отрезке, и тут как раз и есть та самая формула, которая была в истории про выпуклые функции. Я думаю, что насчет идеи про взвешенное здесь, ну, понятнее было бы, если бы, например, вместо округления вниз x плюс 1, вот где оно есть, вот именно вот это выражение, этот сумм, там бы стояло округление вверх. Тогда это прям очевидно вполне себе было бы. Ну, только неверно, потому что если x было бы целое, то тогда формула перестала бы работать, потому что округление вверх от целого числа совпадает с округлением вниз. Поэтому мне пришлось здесь в явной форме написать, что это именно следующее число. Вот у меня возник затык с тем, чтобы это как раз понять в том моменте, когда надо было это визуализировать. То есть я понял, что что-то из этого это как бы вниз, что-то из этого это что-то вверх, а вот то, что это линейное, и то, что именно вот это вниз, именно это вверх, у меня просто не хватило времени и возможности как-то понять, что вот это вот вниз, а это вверх. Ну, я говорю, что если бы я написал бы здесь, что вот тут вместо вот этой штуки написал бы округление вверх, то у меня бы возникли проблемы в целых точках, потому что тогда... Может, это мне помогло... Не-не-не, я не про это говорю. Вместо округления вниз от x плюс 1 можно было бы написать, в принципе, округление вверх от x просто. Ну, нельзя, потому что они не совпадают. То есть в целых точках округление вниз x плюс 1 не равняется округлению вверх x, потому что если x целое, то тогда округление вниз совпадает с округлением вверх. А, да, я согласен, тогда на единицу будет больше. Ну, вот как раз да. И ровно для того, чтобы обработать этот случай, мне нужно было... Это ровно тот случай, когда вот эта вот штука отличается от округления вверх. Ну, я говорю, окей, сейчас бы я, может быть, подумал бы, как бы введение подходящих обозначений в большей степени вам подсказать, что это именно история про выпуклость. Но, тем не менее, это действительно она. Вот. Ну, а дальше тут, конечно, начинается некоторый кошмар, потому что я забыл добавить пару условий. Ну, я говорю, единственное, что меня не то чтобы оправдывает, но как-то я из-за этого меньше переживаю. Но есть два собрания. Первая задача все равно решаема, а вторая все равно до той части, где эти условия были бы нужны, никто не дошел почти. Вот. Ну, дальше какая история? Значит, я имел в виду, что было бы хорошо потребовать от функции f, чтобы она была бы положительная. и, значит, положительная, и убывающая. И тогда все было бы более-менее понятно, потому что тогда происходит следующее. Значит, давайте я напишу, что если f больше нуля, и f убывает всюду, тогда у нас фактически есть две такие картинки. Значит, вот у нас есть наш исходный интеграл. У нас есть какая-то наша исходная функция. Вот такая вот она убывающая. Убывающая вниз. Как-то она убывающая. Может быть, к нулю, может быть, не к нулю. Вот. И с другой стороны есть функция, которая устроена так. Это вот эта наша функция, которая состоит из наших вот этих вот отрезочков, в которой график это вот так ломаный. И дальше более-менее... Сейчас не грузить, по-моему. Сейчас будем грузить. Вот. Значит, вот такая вот ломаная, которую я раньше вам рисую. И дальше просто в силу выпуклости вниз, во-первых, я сразу вижу, что мой интеграл, который от моей функции, он не превосходит интеграл от ломаной в силу выпуклости вниз. Давайте я вот эту ломаную тоже как-нибудь обозначу. Пусть она g от x называется. Вся вот эта вот ломаная. Значит, интеграл f от x dx там с 6 до плюс бесконечности не превосходит интеграл с 6 до плюс бесконечности h от x dx. И тогда, соответственно, если я считаю, что f больше нуля, то тогда g тоже больше нуля. И g должно быть. И тогда по признаку сравнения значит, если интеграл g сходится, то интеграл f тоже сходится. Это очень похоже на то, что мы делали, когда доказывали интегральный признак сходимости рядов. Значит, мы только там рисовали картинку, где были такие столбики. А тут вместо столбиков, это, в общем, была исходная идея этой задачи, значит, вместо столбиков нарисовать вот такую ломаную. Вот. Ну и в другую сторону доказывается точно так же, как доказывалось в истории про столбики и про интегральный признак сходимости рядов. А именно можно было бы сказать, что окей. Ну, например, в другую сторону это просто следует... Я могу просто сдвинуть мой график вправо на единичку. Насходимость это никак не повлияет на бесконечности. Но зато тогда гарантированно мой график вот этот будет, наоборот, выше, чем ломаный. Значит, давайте я скажу так. Вот у меня был мой исходный график. Значит, у меня был мой исходный график. У меня здесь есть моя ломаная. И у меня есть сдвинутый на единицу график. Значит, сдвинутый вправо на единицу. Вот. Но теперь я точно гарантирую, что у меня график сдвинутый проходит выше, чем ломаная. Ну, потому что у меня, на самом деле, почему это так. Можно сказать, что... Давайте не на единицу. Можно сказать, что, в принципе, ломаную можно чем-то сверху ограничить. Наверное, как-то можно это сказать. Вот давай задвигаем. Нужно именно тем, чем надо ограничить сейчас. Но можно просто вот что сказать. Смотрите. Значит, я хочу сказать, что у меня значение... Это вы хотите в обратную сторону, что если кривая сходит, то и ломаная тоже, да? Да. Можно же чуть-чуть по-другому сделать и сказать то, что давайте возьмем нашу прямую, которая походит через верхнюю точку и нижнюю точку. И все. И так, по идее, можно уже ограничить. Да. Значит, короче говоря, можно просто заключить ломаную внутрь вот этого... Вот такой вот штуки. Вы это хотите, наверное, сделать, да? Да. Да. Значит, гарантированно ломаная проходит... Ломаная – это диагональ вот такого прямоугольника. Точнее, не ломаная, а звенья этой самой ломаной. Это диагональ вот такого прямоугольника. Значит, эта диагональ лежит точно внутри этого прямоугольника. Ну, а это означает, что она уж точно лежит... Значит, что каждая точка этой ломаной лежит под соответствующей горизонтальной штукой здесь. А с другой стороны, в силу просто убывания, значит, который я пока что декларирую, значит, в силу убывания гарантировано, что вот этот график будет проходить, наоборот, над вот этой горизонтальной. А ломаная – под. Ну, значит, уж точно это ломаная будет проходить под вот этим графиком. Значит, в обратную сторону оценок тоже верно. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот вы этот график сдвинули, да? Вы нарисовали прямоугольнички. Как вы говорите, что все эти прямоугольнички лежат под графиком? Да, значит, они лежат под сдвинутым графиком, потому что у нас у этих прямоугольничков... Как получаются эти прямоугольнички? У них, как бы, горизонтально вот эта вот штука, она всегда единица. И я точно знаю, что она лежит под графиком, потому что график, вот эта функция, это график убывающей функции. Значит, вот здесь у меня значение точно равно, как бы у меня вот этот вот угол точно упирается в мой график. А с другой стороны, все точки графика вот на этом отрезке левее находятся выше. в силу просто убывания. Значит, у меня вот этот зеленый график получен из вот этого малинового графика с двигом вправо на единицу. И это означает, что вот такая вот штука будет ровно вот этим углом упираться. Значит, вот такой вот прямоугольничек, он будет правым углом упираться вот в этот вот зеленый график. А все точки левее вот этой точки, все точки вот этой горизонтальной горизонтальной отрезки будут лежать под моим графиком просто потому, что функцию убывает. Задайте какой-нибудь вопрос, если непонятно. И то есть, по идее, мы можем сказать, что у нас тогда функция будет интегрируема, потому что, ну точнее, интеграл у нас будет, потому что мы можем по индукции это сказать. Ну то есть, каждый раз на единицу сдвигать. Вот так вот. Не, мы один раз сдвигаем, а потом просто говорим, что если сходится интеграл, если сходится интеграл от вот этой вот малиновой штуки, то сходится и интеграл от вот этой зелёной штуки. Потому что одна просто сдвиг в другой. А с другой стороны, если сходится интеграл от зелёной штуки, то сходится интеграл от ломаной, потому что ломаная проходит ниже этой зелёной штуки. Даже по признаку сравнения. Как формализировать, что ломаная ниже этой штуки? То есть мы говорим, что вот... Утверждение такое. Ломаная ниже вот таких горизонтальных ступенек. но просто опять же в силу убывания функция значит меня функцию бывает поэтому у меня наклоны каждого звена ломаный это наклон вниз это кусочек прямой с отрицательным к поэтому она убывает и поэтому уж точно гарантировано что вот эта штука меньше чем значит на этом отрезке вот это ломаный меньше чем вот эта горизонталь и для валерьевич может же быть такая штука что у нас наша зеленая функция она не будет интегрируема то есть например если у нас ну мы на единичку сдвинули наш график а он нас получается левее не определен был или как то работа давайте просто отрежем поскольку поскольку интегрируемость это свойство интегрируемость на бесконечности от свойства которые зависят которые не зависят ни от какого начала и давайте просто скажем что значит мы теперь будем смотреть на интегрируемость вот так сказать например вот отсюда для обоих функций для всех трех функций окей да и тогда все нормально тогда у нас на все определено еще раз про ломаный ломаный проходит ниже вот этой горизонтали на этом отрезке на отрезке вот от этой точки до этой точки это отрезок длины 1 просто это отрезок между двумя целочисленными точками ломаный проходит ниже горизонтали согласны да саша да отлично дальше вот эта зеленая штука получена из вот этой из вот этой вот малиновой штуки с двигом на единицу вправо поэтому мы точно гарантируем что вот это ломаная что вот эта ступенька тут упрется вот в эту точку точку на графике а с другой стороны у нас малиновая функция по предположению убывает значит зеленая тоже будет убывать это означает что все точки зеленой функции которые лежат над вот этим отрезочком они лежат выше него я просто знаете я это понимаю абсолютно четко и вот ну прям хорошо понимаю что вы говорите какая логика но вот если мне надо будет это за 10 минут нарисовать эту картинку и расписать ну-ка не 10 потому что да 10 минут я понял я все понял 10 минут нарисовать картинку и расписать почему одна ниже другой у меня случится затык ну потренируйтесь в этом как бы и суть экзаменов чтобы проверить насколько мы эффективно можем делать сильные задачи но а я же правильно понимаю что нормировка делалась с учетом того что задачи никто не решил ну как бы нормировка делалась с учетом тех результатов которые мы получили в число результатов входил тот факт что эту задачу никто не решил поэтому поэтому в некотором смысле она была выкинута ну как выкинута у нас просто получился коэффициент нормировки довольно большой из-за этого то есть у вас напомните у вас не было такого что те кто решил эту задачу или хоть что-то не сделал они получают супер высокий балл да нет но было ровно два человека которые которые получили не ноль по этой задаче и я честно говоря не помню их остальные результаты но но суть в том что они не прошли дальше они не прошли дальше вот это вот этого шага вот но а все остальные не сделали этот шаг тоже на что похожи задания на передачи будут на что больше похоже ну смотрите в идеале задания на передачи должны иметь такую же сложность как задания на экзамене просто по правилам на этапе контрольной работе вот по идее а как получится я не знаю а если у вас не очень хорошо получится то нормировка она будет другая или та же просто возьмется нормировка ну смотрите мы будем руководствоваться здравым смыслом значит если у меня получится задание которое будет устроено на как бы на экспертный взгляд таким же сложным как у меня было то нормировка будет примерно такая же то есть нормировка в случае пересдачи она формируется исходя из экспертного мнения да а не результатов ну поскольку результатов будет гораздо меньше ну как бы смотрите в идеальной ситуации вот к чему я стремлюсь я стремлюсь к тому чтобы люди которые сдают пересдачу имели бы так сказать те же шансы получить получить ну вот чтобы люди сдающие пересдачу имели бы те же шансы получить оценку скажем 7 что и люди которые писали в первый раз соответственно вся процедура должна быть рассчитана на это ну а дальше как мы это будем мы будем к этому стремиться то есть в принципе нам можно готовиться к тому что будут гробы и гробы будут нормироваться да ну типа чтобы все было да ну возможно что возможно что и так будет у вас просто комментарий на фейсбуке был устрашающий очень который про половину потока про половину смотрите отчислить половину потока уже не уже не вышло ладно не пугайтесь я думаю так не вирусились как этот комментарий а что что фразы мистера канцлара так не вирусились как этот комментарий вот в общем нет у меня у меня совершенно нет задачи сейчас отчислить половину потока или даже отчислить еще хоть кого-нибудь у меня есть задача чтобы вы все благополучно сдали бы этот курс и значит спокойненько бы дальше пошли бы дальше изучали бы следующие курсы вот никакой задачи никого отчислить у меня нет совершенно у меня есть две задачи первая задача чтобы передача прошла с примерно так таким же уровнем сложности как экзамен значит final вот а второй значит а вторая задача чтобы все его хорошо написали вот хорошо значит смотрите в этой задаче я сейчас потребовал значит вот вот все это рассуждение оно проходит вот в этих вот двух предположениях что больше нуля и f убывает я эти предположения должен был бы вписать в условия я забыл это сделать но а то что я их забыл задача на самом деле не изменилась точки зрения своей правильности значит а именно оказывается что 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 верно если вдруг в какой-то точке функции f начнет где-то где-то на ком-то интервальчике функция f начнет возрастать а тогда гарантированно чтобы что оба вот этих интеграла разойдутся потому потому что тогда гарантированно что она будет возрастать всюду причем возрастать не медленнее чем она возрастала на том интервальчике то есть как бы она будет гарантировано ну как бы вот смотрите допустим что у меня моя функция допустим что моя функция вот она убивала убывала потом вдруг взяла начала возрастать но давайте я возьму две точки которые находятся на интервале возрастания и проведу есть вот такой вот прямую в силу выпуклости вверх все вот эти вот точки должны быть выше чем вот эта прямая но это означает что моя функция на самом деле растет быстрее чем линейная что вот можно можно убедиться в том что если бы была бы какая точка здесь ты тогда бы никакой выпуклости вверх бы не было потому что тогда бы вот так вот такая хорда лежала бы под вот этой точке т.д. графикам вот поэтому если с учетом выпуклости вверх верно следующим что если в каком-то момент у меня функция начинает возрастать дальше возрастает быстрее чем линейная а если функция возрастает быстрее чем линейные то но никакого шанса на сходимость интеграла уже нет. Ни для исходной функции, ни для функции, которая получена с этими самыми нашими ломанами. Поэтому в этом случае оба интеграла расходятся, и все по-прежнему верно. Второе утверждение, которое тоже нужно доказывать, это нужно доказывать, что функция f положительна. Можно еще раз эту мысль, пожалуйста? Я не осознал. Я понял, что вы говорите, что если у вас есть какая-то штука, которая бесконечно выпукла вверх и возраст... Если у меня функция всюду выпукла вниз, то утверждение такое, если функция всюду выпукла вниз, и в какой-то точке... И хоть где-то нарушается условие, что она убывает, давайте считать, что она строго нарушается, что есть пара точек, такая, что правее, значение функции больше, чем левее. Вот такая штука. То в этом случае гарантировано, что на всем продолжении у нас функция, во-первых, возрастает, а во-вторых, она просто лежит выше, чем вот эта прямая. Она возрастает быстрее, чем линейная. Это понятно. Это была такая задачка на семинаре, на самом деле, похожая на эту тему. А если она выше, чем линейная, то тогда уж никаких шансов, что вот такой вот интеграл сойдется, уже нет. Как бы она там себя бы не вела? Потому что чтобы интеграл существовал бы, нам нужно, чтобы функция... Ну, короче, легко показать, что интеграл от любой линейной функции будет расходиться. Легко показать, что в этом случае вот такой интеграл будет расходиться от этой оранжевой штуки. Ну, скажем так, если бы кто-нибудь сделал бы вот эти вот шаги, то мы бы с удовольствием поставили бы полный балл за эту задачу. Если бы кто-нибудь что-нибудь написал бы про это, то мы бы тоже, наверное, что-нибудь поставили бы большое. С учетом грабешности условия, я предлагал Митю Леонкину, который эту задачу проверял, ставить полный балл за не до конца решенную задачу. Ну, вот хотя бы за вот такие вот шаги. Вторая вещь. Нужно было доказать, что f, на самом деле, обязательно должна быть больше нуля, что если оказывается, что где-то f меньше нуля, то там тоже ничего хорошего не происходит. Но если мы доказали, если мы уже убедились в том, что функция обязана убывать, хотя бы не строго, то тогда понятно, что если в какой-то точке функция оказалась отрицательна, то дальше она будет еще более отрицательна, и опять же ни о какой сходимости речи не идет. У нас вот такой вот интеграл будет уже расходиться. Вот. Ну, да. Ну, груб. Ну, что делать? Бывает. Вот. Окей. Едем дальше? Да. Давайте восьмую задачку посмотрим. Значит, восьмая задачка тоже оказалась немножко не такой, какой я ее задумывал, но она в некотором смысле оказалась даже проще, чем я ее задумывал. Значит, восьмой задачке нужно было сделать следующее. Нужно было рассмотреть вот такой предел при n, стремящемся к плюс бесконечности nf от x, деленное на n. Про функцию f было известно следующее, что f от нуля равняется минус 7, f дифференцируема в нуле, и ее производная равна 5. Кажется, демонстрация умерла. Сейчас вернем. Значит, f в нуле равняется 5. Вот. Ну, на самом деле, чего здесь можно было сказать? Здесь можно было сказать очень простую вещь. Значит, если... Короткое решение устроено так. Раз функция... Раз f дифференцируема в нуле, она непрерывна в нуле. Следовательно, по определению предела по гейне, предел при n, стремящемся к плюс бесконечности f от x, деленное на n, равняется... f от нуля, то есть равняется минус 7. Ну, а тогда получается следующее, что у нас здесь произведение двух штук. Вот эта штука стремится к минус 7. А эта штука стремится к плюс бесконечности. Ну, значит, весь предел равняется минус бесконечности. И задача решена. Если я имел в виду немножко другое, что получилась та задача, которую я хотел сделать, нужно было потребовать, чтобы f от нуля равнялся бы нулю. Тогда было бы чуть-чуть интереснее, тогда бы нужно было пользоваться именно дифференцируемостью, а не просто непрерывностью. И предел бы зависел от производства. А давайте рассмотрим такую задачу. Давайте рассмотрим такую задачу. Значит, если бы оказалось... Значит, если бы оказалось бы, что здесь вот у нас нет вот этого стремления к минус 7, а есть стремление к нулю. Значит, если бы было бы... Напомните, пожалуйста, гейны, это который чрезвычай под последовательностью? Который чрезвычай под последовательностью. Ну, поскольку у нас здесь вот эта штука, это предел последовательности, у нас здесь какие-то значения, которые стремятся... Значит, у нас вот x деленное на n стремится к нулю. Ну, а значит, дальше мне нужно сказать, что f от x деленное на n это какая-то последовательность, которая по определению предела Погейна стремится к... Мы одновременно пользуемся определением предела Погейна. Это означает, что она стремится к пределу f при х, стремящемся к нулю, а этот предел равняется f от нуля в силу непрерывности. Еще вопросы про восьмую задачу. Можно я попробую прохворить, что вы только что сказали? Попробуйте. Я не уверен, что у меня это получится. Мы говорим, что у нас есть вот эта вещь. Мы хотим понять, к чему стремится f от х, сделанного на n, при n, стремящемся к бесконечности. Аргумент стремится к нулю при любом х. Далее мы говорим, что поскольку f дифференцируемо в нуле, значит, она во в нем и непрерывна. По определению предела. Я пока еще не понял, почему именно гейна. Пока можно сказать просто по определению предела. По определению обычного предела это означает, что предел при t, стремящемся к нулю, f от t равняется f от нулю. Ну, хорошо, давайте я восстановлю пропущенный шаг. Значит, утверждение такое. По гейна. По гейна верно следующее. Значит, вот этот предел при стремящемся к плюс бесконечности f от x, деленное на n равняется пределу при x. Ну, окей, давайте другую букву использую, t. Значит, при t, стремящемся к нулю, f от t. Вот это как раз следует из определения предела по гейну, поскольку x, деленное на n, стремится к нулю. Саша? Да, Илья. Окей, и следующий шаг, мы говорим, что из непрерывности следует, что эта штука равняется f от нуля. Теперь стало понятнее? Да, теперь стало понятнее. Отлично. Значит, если бы было бы f от нуля, а равнялось бы таки до нулю, тогда бы история была бы такой. Значит, на самом деле это была бы задачка про визуализацию, в которой я говорил, что у меня моя функция, я знаю, в какой точке дифференцируема, то в этой точке можно построить касательную. И если как бы очень сильно увеличить график этой функции и касательную вблизи точки касания, то там функция практически совпадет со своей касательной. На самом деле, если посмотреть, что здесь происходит, вот здесь мы, деля x на n, мы растягиваем горизонтальную ось в n раз, а вот здесь, умножая на n, мы растягиваем вертикальную ось в n раз. Поэтому то, что здесь происходит, это как раз происходит вот это вот очень сильно растяжение всей картинки по горизонтали и по вертикали вблизи точки 0. И, значит, если бы f от 0 равнялась бы 0, тогда нужно было бы действовать так. Значит, в силу дифференцируемости можно было бы написать f от t равняется f от 0 плюс f' от 0 на t плюс a маленькая от t. Значит, это определение дифференцируемости или, если хотите, формула Тейлора со старшим членом формы пиа на степени 1. Ну, в общем, это утверждение, которое мы много раз встречались, много раз обсуждали. Дальше нужно было просто в эту формулу подставить, вместо t подставить x, деленное на n. Значит, во-первых, в этом случае вот эта штука – это 0. И, значит, для наших чисел это было бы 5t плюс a маленькая от t. А дальше нужно посмотреть, значит, что у нас здесь происходит. Предел, предостремляющийся к плюс бесконечности. n, 5, x, деленное на n, плюс o маленькая от x, деленное на n. Ну, теперь можно сказать, что это есть предел, предостремляющийся к плюс бесконечности. 5 плюс n умножить на o маленькая от x, деленное на n. Значит, заметим, что вот эта штука стремится к нулю, предостремляющимся к бесконечности. Потому что… Ну, давайте посмотрим, что здесь написано. n умножить на o маленькая от x, делить на n. Это все равно, что o маленькая от x, делить на n, разделить на x, деленное на n и умноженное на x. Правильно? Да. И по определению o маленького, вот эта штука обязана стремиться к нулю, предостремляющимся к бесконечности. А вы там пятерку равен… Ой, x, точнее, не сравнивая с пятерками, не посеряли? Стерял? 5x, конечно, да. Вот, получается, что это просто 5x. А 5x – это как раз уравнение касательное. Что как раз показывает, что если мы будем вот так вытягивать и горизонталь, и вертикаль в нашем графике, то реально наш график будет стремиться к графику просто касательного. Вот. Это то, как эта задачка задумывалась. Надо сказать, что многие при решении делали именно вот так, и многим удалось это… Можно точно таким же образом решать исходную задачу, но просто там… Здесь у нас чудесно образно вот эта штука ушла, и она, значит, стремится к нулю, а… Ну, не стремится к нулю, а просто равна нулю. Если бы этого не было, то тогда у нас бы здесь добавилась просто какая-то константа, которая как раз является значением умножалась бы на n, и это было бы как раз… Все поведение этого предела бы определялось бы этой константой умноженной на n. А все вот эти вот штуки были бы уже неинтересны. Вот. Ну, нужно было бы аккуратно доказывать тогда, что вот эта вот штука ничего не испортит. Вот. То есть там тоже были какие-то свои тонкости. Вот. Но в целом, да, вот что-то такое… Что-то такое предполагалось в этой задаче. Кто-то делал так, кто-то делал так. Для конкретно вот этого условия и то, и то, и то верно. Вот. Ну что, вроде бы все. Да, это была последняя задача. Что-то верю, да, последняя, восьмая. Ну что, значит, мы… Кажется, за час десять я уложился. Ну, в общем, я думаю, что я бы не написал бы этот экзамен за два часа на… Вот прям, чтобы решить все задачи. Разве не всем начали? Ну? Мы разве не всем начали? Ну, мы всем чем начали. Да, технически вы уложились за два часа двадцать. Ну, вроде, получается, просто за два часа. Мы сейчас забыли кое-где. Сейчас. Ну, короче, за два часа с небольшим я уложился. Да. Вот. Ну. Можно провести маленький соцопрос? Давайте. Кто из присутствующих здесь в момент какого бы то ни было объяснения почувствовал, что у него физически болит голова? Можно плюс в чат, может, там, не знаю, просто если хочется почитать, потому что у меня такое прямо было. У меня просто наушники давят на очки, поэтому больно сидеть. может, вы не выспались? Ну, просто много информации, она очень плотная, она требует размышления, типа, логично, что болит. Какому-то нормально. У меня, значит, один мой одногруппник выстроил такую теорию, что если человек засыпает на лекции, то это означает, что он на самом деле просто слушает-слушает лекцию, все понимает, у него мозг очень активно работает, потом мозг перегружается и человека отрубает. Я во многом с этим моим одногруппником не согласен, но, кажется, эту теорию я иногда разделяю, особенно когда сам слушаю какие-нибудь доклады и чувствую, что меня через 15-20 минут начинает клонить в сон ужасно необратимо. Причем, если я слушаю доклады и вообще ничего не понимаю, ни слова, то, как правило, этого эффекта нет. Возможно, есть какие-то другие, разные другие эффекты. Так, ну хорошо, смотрите, значит, общая идея такая, что я готов всячески еще консультировать, так что если у вас будут возникать еще какие-то вопросы по ходу вашей подготовки, то пишите, и мы, значит, я думаю, что я завтра часов в 8, наверное, тоже устрою консультацию. И дальше тоже, опять же, по запросам я готов консультировать. Илья Валерьевич, а можно по одной задачке спросить? Давайте. Вообще идеи нет, как решать. Короче, задача 3, семинара 27, последний пункт. Одну секунду, давайте посмотрим. Так, сейчас, секунду. Так, сейчас, какой семинар? 27. Так, какая задача? Задача 3, пункт L. Задача 3, пункт L. Сейчас, в Задача 4 нет, пункт L. Или я не туда смотрю? Семинар 27. Там ниже, по идее, должен быть. А, да-да-да, это следующие странички. Так, значит, сейчас что-то мне снова тут расконнектилось. Так, значит, задача 3, пункт L. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности. А, ну да, это такая смешная задача. Значит, смотрите. Утверждение следующее. Значит, во-первых, утверждение раз. Если интеграл сходится, то он равен нулю. Доказательство. Функция нечетная. И интеграл по всей прямой от нечетной функции, вся прямая и симметричная штука, и интеграл от нечетной функции будет равен нулю, если только этот интеграл сходится. Согласен, да. Значит, если сходится, то ноль. Осталось доказать, что он сходится. Ну, а дальше там какой-нибудь признак сравнения. Можно сравнить с E в степени минус x. Такая штука сходится. Ну, опять же, картинка симметричная, поэтому вам достаточно доказать, что правая половинка сходится. Левая будет точно так же ввести сюда. И правая половинка можно сравнить с E в степени минус x. Вы докажете, что интеграл сходится. Расходится, начну. То, что если сходится, то ноль, следует потому, что мы можем выбирать… Из этого следует, что обязательно интеграл по положительной вот этой штуке в силу симметрии должен равняться с точностью до знака интеграла от отрицательной штуки. Ну, значит, сходится. Значит, действительно ноль. Ну, вот как-то так. Но тут важно утверждение о том, что он сходится, потому что если он не сходится, то вы не можете сказать, что он равен ноль. Вот. Окей, понял. Хорошо. Ну, ладно, я думаю, что все на сегодня. Давайте мы тогда сейчас закончим, потому что у меня тут есть еще 40 студентов с другого факультета, у которых через полтора часа дедвайн по домашке, и они мне постоянно задают какие-то вопросы, почему у них не работает на эту штуку. Курс по машинному обучению на матфаке. Буду сейчас на эти вопросы отвечать. Все, а тогда. До свидания. Всех большое до свидания. До свидания. Спасибо большое. У кого-то, ну, конечно, не у меня, но у кого-то будет вторая пересдача. На что это уже будет похоже? Вторая пересдача устроена не так, как первая. Во второй пересдаче я не могу поставить оценку больше пяти баллов, и поэтому значит, вариант второй пересдачи будет проще, чем этот вариант и вариант первой пересдачи, но он будет как бы ориентирован именно, тут уже вопрос решается не про то, умеете ли вы решать сложные задачи, а тут будет решаться вопрос, умеете ли вы решать какие-то простые штуки. Вариант будет составлен соответствующим образом. До свидания. До свидания. До свидания.